В эфире телеканала «Север» программа «За защитой к прокурору» в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! Тема сегодняшнего эфира «Прием граждан и защита их прав». На вопросы ответит старший помощник прокурора Ненинского округа Елена Казанцева. Елена Григорьевна, здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Хотелось бы узнать сегодня о том, как проводится прием жителей коренного населения, в том числе в отдаленных местностях. Это какие-то оленеводческие стойбища, например, или отдаленные поселки. Можете рассказать? Здравствуйте, Алина! Действительно, особенность нашего региона является наличие коренных малочисленных народов «Севера». Как известно, ненцы занимаются оленеводством, охотой, рыбалкой. Мы проводим выездные встречи с коренными малочисленными народами «Севера». Как раз наша съемочная группа тоже участвовала в этом мероприятии. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Площадь Ненецкого автономного округа – 177 тысяч квадратных километров, а протяженность с запада на восток – 950. Большинство поселений и оленеводческих стойбищ связаны со столицей субъекта Нарьинмаром только воздушным сообщением. Поэтому на часть выездных приемов сотрудники прокуратуры вылетают на вертолетах. В Ненецком округе на сегодня функционирует 27 оленеводческих хозяйств. В них трудятся около тысячи северных кочевников, которые продолжают традиционное дело своих предков. Живут в чумах, пасут оленей и постоянно емдают, то есть перемещаются с места на место. В Заполярной тундре нет интернета и мобильной связи, а потому есть всего лишь два способа обратиться с вопросом или рассказать об ущемлении своих прав – либо добираться в районный центр, либо ждать, пока прибудет мобильная приемная прокуратура. Сергей Лапин выездной прием сегодня проводит в Семинородовой общине Ханийка. Гостеприимная хозяйка чума накрыла стол, где собрались дети и, конечно, глава семейства. Фёдор Талеев и его семья проживают в черте города и занимаются сохранением ненецкой культуры и традиций. Из-за того, что у семейства пока нет своего оленево стада, их деятельность не признали традиционной. После чего у Фёдора Талеева возникли проблемы с получением бесплатного разрешения на охоту. Малочисленные народы, ну и тут немцы, ну и проживающие в Комида, могут охотиться без оплаты. Без разрешения? Ну как, без, да-да-да, вот, и ставится ему в охотничьем билете отметки, и вот он, ну как, сезон охоты, может без, не получать этого разрешения. Разрешение на добычу охоты? Да-да-да-да-да-да-да, вот у меня вот это, я сходил в этот департамент природопользования к специалистам. Они мне начали тут, вы, это, ведете, как бы, как это, не традиционный вид деятельности. То есть, там, пастушите, живете в тундре, олени выпасаете, и это является вашим, ну как бы, необходимостью. Ну, это охота, образ жизни, да. Я говорю, да нет, вроде я, в городе, но я, это, в община, в община у нас еще есть. В община родовая, да? Да-да-да-да-да-да, но мы занимаемся не выпасом там, олени, ну так, традиционно. Товаропроизводить? Нет, мы, как вот, культура, как бы у нас это, сохранение. Самобытности? Да-да-да-да-да-да. Вот, и вот он так подумал, ну хорошо, соберите документы, какие-то там, начал. Я говорю, ладно, я понял, что это ни к чему, да, хорошо, и все ушел. В ходе мобильной приемной прокурор пояснил, что в соответствии с законодательством Федор, как представитель коренных и малочисленных народов Севера, может рассчитывать на подобную гарантию. Правда, подобная мера поддержки КМНС носит заявительный характер. Сотрудники прокуратуры приняли обращение главы семейства Тареевых и пообещали помочь с получением разрешения. Кстати, вопросы охоты и рыбалки – одни из самых популярных среди жителей тундры. Если речь идет об общинах, об линеводах, это первое. Это вопросы экологии, загрязнения тундры, окружающей среды. Если речь идет о их непосредственных правах, это всегда вопросы рыбалка, это всегда вопросы охоты. Ну и в части есть по обеспечению медикаментами, оказание им государственных услуг по выдаче прав на оружие, вопросы здравоохранения, оказание медицинской помощи. Чтобы отстаивать права коренного населения и жителей глубинки, в прокуратуре Ненецкого округа появился специализированный транспорт, два снегохода, вездеход «Трекол» и небольшой катер. Елена Григорьевна, знаю, что помимо защиты прав коренных и малочисленных народов Севера, большое внимание в прокуратуре Ненецкого округа уделяется правам несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Расскажите, как ведется такая работа и чем она регламентирована? Да, безусловно, но прежде всего в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, обращения граждан, рассматриваются в том числе обращения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Безусловно, данное направление является важным в деятельности прокуратуры, поскольку позволяет реализовать гражданам свои права, защитить свои права непосредственно через обращение. Направлению работы по защите прав несовершеннолетних, в том числе лиц из числа детей-сирот, скажем так, уделяется особое внимание. Так, например, по результатам обращений лиц из числа детей-сирот удалось восстановить жилищные права этих лиц путем фактического предоставления им благоустроенных жилых помещений. В том числе защищаются права инвалидов, соответственно, пенсионеров и различных незащищенных категорий граждан. Знаю, что не так давно удалось восстановить трудовые права одного из детей-сирот. Молодой человек рассказал нам эту историю на камеру. Давайте послушаем. Давайте. В декабре 2020 года я обратился в Центр занятости населения для постановки на учет для трудоустройства. Меня поставили на учет по безработице, но назначили минимальную выплату. Когда я учился в школе, я работал летом во время каникул. В связи с этим мне назначили минимальную оплату по безработице. Центр занятости отказал мне в признании впервые ищущим работу. Тогда я обратился в прокуратуру, и там мне объяснили, что так как я являюсь из числа детей-сирот, я имею полное право на полную выплату пособия. Прокуратура обратилась в суд с иском в моих интересах. Суд признал меня впервые ищущим работу и обязал выплатить Центр занятости мне в максимальную выплату по безработице. В прокуратуре округа в истокшем периоде 2021 года рассмотрено 20 обращений, поступивших от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 15 обращений удовлетворены прокурорам в интересах детей-сирот. Направлены исковые заявления в суд об обязании профильного департамента предоставить жилое помещение сироте. Елена Григорьевна, давайте вернемся к специфике нашего региона. Очень такой интересный регион здесь. Большинство населенных пунктов, они далеко расположены от столицы Нарьинмара, получается, и добраться туда можно только вертолетом, либо катером, либо снегоходом. Как ведется работа по защите прав граждан из таких населенных пунктов, которые, например, расположены где-то на побережье Северного Ледовитого океана, или где-то далеко, куда нет дорог, потому что дорог у нас в принципе в регионе нет. Каким образом защищаются права таких жителей? Приказом прокурора округа от 2015 года реализует свою работу мобильная приемная прокурора округа, в ходе которой ведется прием граждан. Работа мобильная приемная осуществляется в соответствии с планом работы. Практически ежемесячно выезжаем в различные населенные пункты, в отдаленные труднодоступные населенные пункты. За 9 месяцев текущего года организован выезд мобильной приемной в 8 населенных пунктов. Мы были и в Коткино, и в поселке Нельминос, в поселке Красное, Великовисочное, Оксино. В ходе работы мобильной приемной руководство прокуратуры вело прием граждан. Буквально месяц назад наша съемочная группа посчастливилась отправиться в такой выезд мобильной приемной прокуроры Нельминосского округа. И предлагаю посмотреть этот материал тоже с села Тельвиска, где жители также обращались по очень такому специфическому вопросу. Да. Рабочий день прокуроров сегодня начинается на причале. Загрузившись в катер, сотрудники правоохранительного ведомства отправляются в Тельвиску, в первую столицу Нельницкого автономного округа. Село хоть и расположено в нескольких километрах от Нарьинмара, добраться туда можно только по реке. В заполярной глубинке прибытия прокуроров уже ждут местные жители. Пенсионерка Галина Слезкина – одна из обратившихся в мобильную приемную. Жительница Тельвиски озвучила наболевшую проблему старшего поколения села. Отсутствие причала на берегу. Я обратилась с вопросом, как посадка на лодку пассажирскую заполярного района. А что если не так? А не так то, что для пожилого человека очень неудобный подъем. Конечно, трапик. С одной стороны, вроде как, и есть поручень. Матрос стоит на борту. Потянешь руку – теряешь равновесие. Вот очень много случаев на моих глазах, когда люди падали от неожиданности. От того, что руку потянули, а плохо видит и не видит эту руку, не ухватился. От того, что от волнения давление повысилось и упал в воду. Я по каждому этому случаю обращалась. Ну, то, что к нашим – это однозначно. Обращалась в заполярный район. Все мне обещали. Да, да, да. Придумаем что-то. Все вопросы, озвученные населением, берутся на контроль сотрудников прокуратуры. Важная особенность подобных мобильных приемных – присутствие уполномоченных лиц. В данном случае – главы поселения. Проблемы решаются эффективно. Где-то полномочия, которые, например, не в рамках муниципального образования. Поэтому прокуратура помогает решать данный вопрос. Работа мобильной приемной ведется на регулярной основе. Прокуроры выезжают в села и деревни ежемесячно и всегда их ждут с какими-либо чаяниями. Вообще круг вопросов, по которым обращаются граждане, достаточно широк. Это и вопросы жилищные, это вопросы сбора накопления и размещения твердобудовых отходов и мусора. Это вопросы деятельности дошкольных и общеобразовательных учреждений. То есть буквально все, что интересует жителей в каждом конкретном населенном пункте. Кроме того, в отделении социальной защиты населения ведутся приемы социально незащищенных категорий граждан. А в преддверии Дня Победы проведен личный прием ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства. Также ведутся приемы в режиме видеоконференц-связи. Так, по итогам шести месяцев рассмотрено 658 обращений граждан, юридических и должностных лиц. Разрешено 464 обращения. На высоком уровне остается число граждан, обратившихся на личном приеме. Всего были приняты 236 человек, в том числе 115, лично прокурором или его заместителями. Елена Григорьевна, а что делать тем гражданам, которые столкнулись с нарушением своих прав, например, даже жители города Наринмара, куда им идти, как им подать заявление в прокуратуру, можно ли это сделать в онлайне, и каким образом организована работа по приему заявлений от граждан? Можете рассказать? Да, безусловно, подать заявление в органы прокуратуры можно посредством почтовой связи, путем личного обращения, через портал госуслуг, либо, соответственно, на сайте прокуратуры округа подать заявление в электронном виде. Заявления подлежат обязательной регистрации и, соответственно, рассмотрению. Следует отметить, что прием граждан в прокуратуре осуществляется в рабочие часы ежедневно. Прием ведет старший помощник прокурора округа, дежурный прокурор. Также прием осуществляется руководством прокуратуры округа, начальниками структурных подразделений, старшими помощниками и помощниками прокурора округа. Соответственно, каждый гражданин, обратившийся на прием, не останется без внимания. На все его вопросы будут даны ответы. В случае принятия заявления о наличном приеме по обращению будет организована проверка. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Елена Григорьевна, благодарю вас за очень интересные и развернутые ответы. И очень много информации сегодня удалось получить. Я напомню, темой сегодняшнего эфира были защита прав граждан. А гостем студии стала Елена Казанцева, старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа. На этом эфирное время подходит к завершению. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова